Заходим во вкладку «Сервис», нажимаем просто «Мастер автоматической настройки», выбираем это, и тут надо выбрать, что вам важно. Например, так как я стример, я делаю все для трансляции, а вторично для записи. Второй пункт. Можно сделать все для записи, потому что вы не стример, например, вы просто хотите делать запись с экрана, потому что вы не ведете трансляции, так называемый стримы. Или используйте виртуальную камеру. Я, к сожалению, так много там не занимался, но есть и такие люди. Для меня, например, для трансляции очень важно. Я нажимаю на «Далее», и там уже идет автоматическая подборка. Я этого делать не буду, потому что я настроил все для себя. Делаем отмену. Переходим в «Файл», «Настройки», потому что мы хотим посмотреть, что настроил наш... наш мастер. Переходим во вкладку «Трансляция», и очень важный пункт. Я бы поставил здесь галочку, чтобы вы не следовали рекомендациям потоковой службы по настройке. То есть вы можете сами поставить битрейт, видео и аудио, как вам захочется. Тут стоит YouTube и так далее. Это в другом видео, мы об этом больше поговорим. Так, и заходим в «Вывод». У меня мастер в настройке поставил, к сожалению, здесь 10 тысяч, но я не могу взять именно этот битрейт, потому что у меня отдача видео, то есть когда я стримлю, она 10 тысяч максимально. Я не могу, к сожалению, поставить все 10 тысяч, потому что я еще и включаю игру, а она тоже хавает какие-то ресурсы, то есть интернет, да? То есть мой максимум 10 тысяч, и я не могу поставить все 10 тысяч. То есть у меня должна программа, скажем, на 6 тысяч стоять, а игра тоже какие-то ресурсы берет, ну, скажем, там 2 тысячи, да? Вот. Как узнать, сколько вам подходит, сколько именно тысяч килобит в секунду, я так скажу, для вас норма? Для этого заходим просто в Google, пишем «Тест интернета», например, или «Спид тест», переходим в какую-нибудь вкладку, я вот перешел по первой, вот она, нажимаю «Начать», вот, он пишет, что у меня 45-50 примерно, это скачивание, вот, скачиваю, 46 мегабит в секунду, 46 тысяч килобит в секунду было бы, а загружаю в интернет, даже не 10, смотрите, я загружаю 9,89, скажем, да? Ну, 9. То есть я уже 10 тысяч не могу поставить, я не могу поставить вот здесь, я не могу поставить 10 тысяч, потому что мне не хватит на игру и на саму трансляцию. Из-за этого я методом тыка, я так скажу, выбрал 6 тысяч, я могу и 7 тысяч поставить, ну, чтобы не было никаких проблем, я всегда ставлю 6 тысяч, вот. После этого делаем «Применить» и все готово. Ну, у меня настроено, это как бы и не надо. Тут я вам просто покажу, как должна выглядеть трансляция, то есть я могу управлять трансляцией, поставить, например, какой-то там стрим, и я сделаю сейчас приватное, чтобы никому это не видно было, и просто протестить свой стрим. Создам трансляцию и начну прямой эфир. И сейчас здесь в углу внизу будет видно, что live запускается. Секунды. Вот, пошли секунды, то есть я уже в прямом эфире. Пропуск кадров должен быть 0. 0, это самое лучшее, да. Уже 11 секунд мы в эфире. Нагрузка на ваш ПК, да, то есть сколько процентов используется именно на процессоре. То есть 2.1 это нормально, да. Если вы там на все 100 или на 80 было бы, то я бы сказал, окей, ваш процессор очень слабый. Лучше в настройках перейти и поставить вместо, сейчас момент, вместо кодировщика, вот 264, да, лучше поставить вашу видеокарту. Программный 264, это ваш процессор, то есть вот, да. Либо вы можете поставить вашу карту, там, не знаю, Nvidia какая-нибудь у вас там, или ATMD, поменять просто здесь, да. Вот, если здесь очень высокий коэффициент. 60 FPS у меня написано, можно и 30 поставить, но я играю в Mortal Kombat, то есть динамично все должно быть, 60 FPS стабильно. Если у вас все в зеленом цвете и идет вот стабильно 6000, то все замечательно, проблемы с интернетом ничего нету. И, как я и говорил, можно методом тыка повысить битрейт, то есть на 7, на 8 или на 9000, я стоял на 10, конечно же, это не будет работать, все будет в красном цвете, будет пропуск кадров в процентах, там, не знаю, 20%, скажем, да. То есть это вам не подходит, и тогда вы уменьшаете, уменьшаете до тех пор, пока все не пойдет правильно. Но не забываем, это я сейчас просто в программе OBS. Но к этому же, если я сейчас включу, скажем, Mortal Kombat, эту игру, в которой я играю, то, возможно, здесь будут пропуски кадров. Если я поставлю, например, на 9000, то вы будете видеть, что также ваши друзья, также чат, те люди, которые вас смотрят, они не будут, они не будут видеть игру, возможно, или это будет просто лагать. Так что смотрите по значениям, если что, заходите в настройки и меняете на выводе здесь, на трансляции, меняете битрейт, там, ну, скажем, меньше или больше, да. Скажем, мы сделаем сейчас 9000, просто применить, сделаем ОК. И смотрим, сейчас возрастает битрейт, все в зеленом, да, все супер, пропуска кадров нету. Давайте немножко преувеличим, возьмем, сделаем сейчас файл настройки, опять вывод, сделаем, давайте 20 тысяч, посмотрим, будет лагать или нет. Вот, 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 это то, что я имел в виду, вот, начало красное становиться, да, то есть, вот, пропуск кадров уже 280 кадров, то есть, если бы сейчас была бы игра, то сейчас лагало бы конкретно, и вот так бы светилось все время, да, то есть, это не оптимальные плохие настройки, так я вам делать не советую. Заходим в настройки, смотрим, ОК, опять вывод, ОК, что делаем? Делаем на, ну, 10000, как мне мастер по настройке посоветовал, да. Так, смотрим, что, 10000 идет ровно, но это без игры, если я включу игру, то, возможно, это значение упадет. Вот, ну, давайте сделаем обратно на 6000, как у меня было, и видим, что сейчас упадет битрейт, и все в зеленом, да, пропуска кадров не должно быть. Сейчас вообще, сейчас должен коэффициент полностью упасть, но лучше бы, конечно, было бы сейчас перезапустить трансляцию, и еще раз попробовать, и посмотреть, есть ли пропуск кадров, да, нет. Да? Хорошо. Ребята, если я вам помог, если вы хотя бы немножко поняли, как настраивать битрейт, я бы очень был благодарен, если бы вы просто мне помогли, поставили бы лайк этому видео, поделились с друзьями, написали просто спасибо и подписались. Я бы очень был бы рад. Одно действие из этих. Ну, подписка, конечно, было бы замечательно, потому что мы идем к 1000 подписчикам, это мое желание, пожалуйста, если можете, поддержите меня. Всем спасибо и до новых встреч!